Лихачёва Елизавета Лихачёва Елизавета Лихачёва Елизавета Лихачёва Елизавета Лихачёва Елизавета Лихачёва Елизавета Почти тысячелетие был столицей одного из самых значительных государств в истории человечества. На мой взгляд, самого значительного. Дело в том, что когда мы с вами говорим про цивилизацию, если бы нам пришла в голову создать идея, создать некую иерархию цивилизации, иерархию государств по степени важности и влияния на общемировой художественный контекст, не только художественный, но и политический, Самым значительным государством такого рода будет Римская империя. Римская империя – государство, которое существовало на территории практически всего известного тогда древнего мира, с границами. Южные границы империи проходили по пустыне Сахары, чуть ниже по северному отрогу Нубийских гор. Северные границы проходили по границе Англии и Шотландии. Восточная граница – это восточная граница Румынии, западная граница – это побережье Атлантического океана. Это государство, для которого внутренним морем было Средиземное море, но, собственно говоря, поэтому так и называется – море посреди земли. Потому что для Рима, а Рим всегда был предельно эгоцентричен, и эту черту западная европейская цивилизация у него унаследует, а не существует другой земли и других мест, кроме Рима. Собственно, расширение Рима – это то, что ложится из природы его образования. Рим создается как империя. Империя. Вообще, если мы возьмем с вами термин «империя», то мы с вами довольно быстро выясним, что есть империя в юридическом смысле этого слова, то есть государственное образование, во главе которого стоит император. Есть империи в историческом смысле этого слова, то есть это государство, занимающее значительные территории и имея большое количество колоний. Ну, например, Британская империя. Во главе ее никогда не стоял император, но вряд ли кому-нибудь из вас придет в голову назвать это государственной империей. А есть идеологические империи, это понятие нам подарил 20 век. Так вот, в Рим в этом смысле, несмотря на то, что является образцом для бесконечного подражания, была единственная империя, расширение которой было, в общем-то, естественно. Ну, просто они шли, 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 пока не дошли до какого-то предела, когда, ну, океан не переплывешь, в Индию тоже они идти не хотели, на севере там какие-то сумасшедшие, да и дела там в Шотландии особо нечего, ну и так далее. То есть вот эта естественная, остановка естественного роста империи, она была связана прежде всего с тем, что, ну, больше не надо, куда дальше-то. И вот это вот куда дальше, на самом деле, очень родится с нами. Мы бы тоже дальше расширялись, если было бы куда, но там Тихий океан, дальше не пойдешь. Соответственно, Рим складывается, и империя называется римской, единственной, пожалуй, опять же, никто не говорит о Вавилонской империи или об Иерусалимской империи, или об Афинской империи, все говорят, Великая Греция, Египет, да, или империя, связанная там, на месте, по-моему, Междуречья, которая бесконечно там градуется и так далее, связана с тем, как рос сам Рим, как город, когда сначала жители двух римских холмов, Палатина и Капитолия, начали договариваться о том, как они будут рядом сосуществовать. На небольшой ложбине между двумя этими холмами появляется римский форум, где земля, на которой они, собственно говоря, договариваются, постепенно к ним начинают присоединяться жители соседних холмов, Целия, например, или Кверинала. И так растет, собственно говоря, тот город, который мы сейчас с вами знаем, как Рим. Собственно, ровно точно так же, с заключением бесконечных союзов, римляне сначала занимают всю Италию, а постепенно занимают весь известный им тогда мир. И когда мы говорим с вами о Риме, а есть города гораздо древнее Рима, Ереван, например, который основан несколько раньше древнего Рима, тот же упомянутый мной Вавилон или египетские города. Но Рим был единственным городом и остается единственным городом, который вот эту античную составляющую не вынес, не музифицировал, причем еще в эпоху Средневековья. Если вы когда-нибудь приедете в Афину, вы там увидите, что есть город Афины, который никакого отношения к античной Греции не имеет. Есть горка в центре города, на этой горке стоит какая-то руина наверху, внизу там тоже какие-то руины стоят. Можно съездить на Католикос, там тоже какие-то камни древние, но в целом на структуру города, на его идею. Вот это все никак не влияет. Это дела давно минувших дней. Ровно точно так же, как поиск в современном Стамбуле Константинополя. Да, стоит София, да, есть какие-то остатки памятников, но современный Стамбул никакого отношения к Византии не имеет. Эти люди пришельцы по отношению к этой цивилизации. Ровно точно так же, как пришельцы арабов в Египте. Ну и тогда я могу долго это перечислять. Рим сохраняет вот эту свою родовую черту. Рим – город прежде всего античный, город огромный. То, на что вы сейчас смотрите, это карта Джованни Батиста Нолли. Значит, эта улица сверху называется Пьяцца де Пополо, точнее улица, а площадь. И от нее начинают расходиться три больших улицы, которые, собственно говоря, и ведут в тот самый античный рейд. Представьте себе, что в античном городе жило около миллиона человек на период его расцвета. Это не просто большой город, это гигантский мегаполис. Границы города на этой карте очень хорошо видны. Это небольшая черная линия, вот она пошла. Вы легко и достаточно увидите. Это гигантский город, обнесенный огромными аврелянами стенами, которые были настолько мощны, что их не разобрали. Их разобрали очень мало и очень частично. То есть границы античного города читаются на современной карте до сих пор. В эпоху Средневековья Рим пал, и население города резко сократилось. Оно сократилось, и жили римляне в основном. Это район Пьяца Навоны, если вы бывали в Риме, это Корса Виктора Эммануила, это вокруг Пантеона. Это вот все, что рядом с рекой, Трастеверы. Почему? Вода. Дело в том, что варвары разрушили не только прекрасные памятники, замечательные храмы, форумы, колизеи, все эти прекрасные римские антики. Варвары уничтожили инфраструктуру, что, собственно говоря, обычно почему-то они всегда делают в первую очередь. Уничтожение инфраструктуры – это такая, я так понимаю, нормальная, стандартная история для любых варваров. Почему с инфраструктуры все начинают, я понять не могу. Кому мешает водопровод, и почему непременно надо его сломать, я так и не понимаю. Но, тем не менее, факт остается фактом. Поскольку в Риме исчезли все источники питьевой воды, население городу ужимается, восток города лишается воды полностью, он становится полностью необитаемым. И постепенно население, а к середине XIII века, население города сжимается до 30 тысяч с миллиона. Все эти 30 тысяч живут на этом относительно небольшом треугольнике. Это бывшее Марсово поле, это кусок того района, который сейчас называется район Пьяцинавоны, это Ватикан, разумеется, Ватикан недалеко, и этот Ростевер, этот район, который находится с другой стороны от реки, и тоже когда-то был за Аврелиановой стеной. Собственно, античный Рим. Начиная, ситуация, в общем, понятна. Что такое Рим христианский? С античным Римом разобрались. Население уменьшило, все очень грустно, все очень плохо. Значит, зачем вообще город надо восстанавливать? Почему? Дело в том, что Рим в силу своей истории, в силу того, что он был столицей государства, по территории которой свободно распространялось христианство, а является местом, где находится довольно значительное количество довольно важных христианских святынь. Начнем с собора Святого Петра, главный христианский храм мира, независимо от того, какой конфессии вы принадлежите, потому что стоит он на могиле основателя церкви. Основателем христианской церкви является апостол Петр. Помимо главного христианского храма мира, там есть еще кое-что, типа базилики Санта Мария Маджоры, или базилики Санта Паула Фоли Лемура, которая стоит над могилой апостола Павла, человека, который сформулировал основные догматы веры, те догматы, которые впоследствии будут утверждены на Первом Никейском соборе в виде символа веры и других догматов, которые так или иначе повлияли на жизнь христианства. Рим в конечном итоге, в течение всего Средневековья, является финалом третьего паломнического пути Европы. Всего в Европе три паломнических пути. Первый паломнический путь Европы самый известный – это Камина дель Сантьяго. Мы все с вами можем вспомнить чудесную историю про Карла Великого, который однажды приснилась Богородице, он вышел из палатки, увидел на небе путь Святого Иакова, и он пошел, значит, завоевывать у неверных мощи Святого Иакова, почему при этом мощи Святого Иакова оказались на западе Иберийского полуострова, в городе Компостелло. Никто никогда не задумывался, это довольно любопытная история. Но вопрос не в том, является ли та святыня, которая там хранится, которая поклонялась Европа на протяжении полутора тысяч лет, а подлинная, или это вопрос веры, это не вопрос знания. Но факт остается фактом. Понятно, что для Карла, на самом деле, обретение мощей Святого Иакова было поводом вторгнуться на территорию Испании и таким образом расширять свою уже империю, потому что Карл стал первым императором Запада. Но, тем не менее, Карл неожиданно породил вот этот самый феномен – паломнический путь. Камина дель Сантьяго довольно быстро разделилась на четыре основных пути – это западный, восточный, срединный, южный пути, южный из Италии, соответственно. Собирались они все в одну точку в Пиренеях, недалеко от города Памплона, и дальше шла дорога королей, которая заканчивала, собственно говоря, в соборе, в Компостеле, где мощи Святого Иаковой хранились. Это первый паломнический путь. Второй паломнический путь – это путь на восток, это путь в Иерусалим. Это поклонение о святыням Иерусалима. Он возник не сразу, возникает он после Первого крестового похода. Собственно говоря, Первый крестовый поход был оправданием. Да, для, как вы знаете, оправданием для Первого крестового похода послужило то, что надо отбить у неверных, значит, святынях, связанных со Спасителем. Ну, их не только, не столько обилие, сколько построили, потому что, как вы, наверное, знаете, Иерусалим был в 88-м году от новой эры полностью распахан войсками императора Тита, и от города осталась только одна стена. Но, тем не менее, факт остается фактом. Паломники пошли в Иерусалим, тоже в большом количестве, и благодаря этому пути родилась банковская система Европы. Да, потому что паломники идти далеко, далеко не все из них были достаточно имущие, чтобы ехать на лошади, да и потом дальше море, лошадь привезти невозможно практически. Поэтому тащить на себе мешок металлических кругляшей, это, помимо всего прочего, довольно тяжело физически, поэтому деньги сдавались, в основном этим промышляли тамплиеры, деньги сдавались в одном месте, получали в другом месте, иногда кусочками, иногда всю сумму сразу. Но так родилась система денежных переводов. Соответственно, это второе направление, восток. И третье направление, это город Рим. Город Рим, это путь в город Рим назывался копьем святого архангела Михаила, или святого Михаила, как вам больше нравится. Начинался он в Шотландии, и, собственно говоря, породили этот путь англичане. В Шотландии шел он через всю Европу, практически по прямой, поэтому и копье святого Михаила. Точки его вы знаете, вы просто не знаете, что это точки конкретно пути святого Михаила. Ну, например, Монсон-Мишель, замок архангела Михаила, или аббатство святого Михаила в Пьемонте, которое Умберто Эко сделал местом действия своего романа имя Розы. Заканчивался этот путь к конкретной точке в городе Риме. С трех раз догадайтесь, какой. Ну, есть идея? Сантанджело, замок архангела Михаила. Замок архангела Михаила, та самая точка, у которой путь святого Михаила заканчивался. Там налево поворачиваешь, раз, и Ватикан. Соответственно, вот этот паломнический путь в Рим был обусловлен главным феноменом. В Риме четыре папских базилики. Базилики Папале Маджоры. Есть базилики Папале Миноры, малые базилики, есть базилики Папале Маджоры, большие базилики. В Риме их четыре. Сан-Пьетро, Сан-Джованни Латерана, Санта-Мария Маджоры, Сан-Пауло Фоли Лемура. Настоятелем этих базилик являются Папы Римские, и там хранятся наиболее почитаемые христианские святыни. Сан-Пьетро и Сан-Пауло стоят на могилах, соответственно, главных отцов церкви. Санта-Мария Маджоры, это главная базилика Богородицы, первая базилика Богоматери, которая была основана, в принципе, в лоне христианской церкви, находится на холме Исквелин, и тоже относится к раннехристианскому периоду, но построена она была чуть позже, чем первые две. Первые две были основаны императором Константином, ой, Сан-Пауло была основана чуть позже, а император Константин основал Сан-Жованни Летерана. Значит, первая, Сан-Пьетро был основан императором Константином, Санта-Мария Маджора появляется через 150 лет после Константина на месте, где выпал снег. Кремлени так удивились, что немедленно построили там базилику. Если учесть, что это было в августе, я понимаю их удивление. Значит, соответственно, до сих пор они это празднуют. Этот день, когда засыпают розами пантон, значит, розовыми лепестками. Соответственно, и последняя базилика из Сан-Жованни и Летерана, базилика тоже крайне важная. Значит, она стояла между дворцом императрицы Елены и Палатинским холмом, на окраине, недалеко от порта Латино. Это кафедральный собор города Рима. Там тоже много чего хранится, всяких разных святынь, включая останки, часть останков Иоанна Крестителя, что просто чистый фейк, потому что голова Иоанна Крестителя хранится вообще-то в мечети Амииды в Дамаске. Ну, тоже такое достаточно сомнительное утверждение, но тем не менее, Умберт Эко остроумит в свое время заявил, что если бы собрали все обломки Святого Креста, которые в средние века ходили по Европе, получится, что спасители распяли на заборе. Это не моя фраза, если что. Все претензии к этому несносному итальяшке. Но тем не менее, факт остается фактом. Почему была важна, именно почему и на там кафедральный собор возникает? Дело в том, что вы знаете, что в христианство в Рим приходит благодаря императрице Елене. Она первая крестилась, а в конечном итоге убедила своего сына проявить к христианам веротерпимость. Почему Рим не был веротерпим к христианам? Все очень просто. На самом деле, Рим был предельно веротерпим. Римлянину было все равно, кому ты приносишь жертвы, каким богам ты молишься. Римское право, в нем отсутствовало понятие богохульства, в нем было понятие оскорбления святынь. То есть, если бы ты пришел и условно, грубо говоря, помочился на алтарь Юпитера Капитолического, скорее всего, ничем хорошим для тебя бы это не закончилось. Но оскорбления божества нет, потому что, если божество такое беззубое, что может себе позволить кому-то оскорблять, то, наверное, верить в него не стоит. То есть, там взаимосвязь была прямая, но в Риме существовал догмат, на котором строилась система римского права без божественности Цезаря. Не власти Цезаря, а самого Цезаря. Идею, то есть императора, идею это придумал Цезарь, собственно говоря, Юлий Цезарь, когда собирался узурпировать власть, что ему так в конечном итоге не удалось. Он, недолго думая, незадолго до этого, объявил себя сыном Венеры, вернее, потомком Венеры, и построил себе форум, рядом с римским форумом, где-то первый императорский форум, форум Цезаря. Он условно императорский, поскольку Цезарь, как мы знаем, императором так и не стал, но тем не менее, вот эта идея, что сам Цезарь потомок богов, а что это значит? Это значит, что он не подчиняется законам людей. Он выведен из-под действия права, что несколько развязывает руки. Если вы разумный, нормальный взрослый человек, вы понимаете, что лидер государства неизбежно в ходе своей основной профессиональной деятельности может нарушить действующие законы государства, и во всем мире до сих пор существует презумпция невиновности главы государства, то есть на время исполнения своих основных обязанностей президент не подсуден. Это обуславливает устойчивость системы государственной власти. Придумали в Риме. Так вот, христиане не могли признать божественность Цезаря. Потому что, если ты признаешь, что Цезарь божественен, значит, ты не христианин. Потому что у христиан Бог один, един. И казнили их не за то, что они верили в Христа, а за то, что они отрицали, ну, совершали государственную измену, совершали преступление против Рима. Вот и все. Так вот, именно императрица Елена убедила своего сына Константина проявить веротерпимость. Был издан медиаланский дикт, согласно которому христианам нет, они не стали официальной религией Римской империи. И еще раз, время не было официальной религии. Они им разрешили оправлять культ свободно. Медиаланский рейд и дикт дал им свободу. Они вылезли из катакомбы. И поскольку император Константин был человеком очень мудрым и маму свою отселил подальше от палатина, потому что мама императора Константина жила на довольно серьезном удалении. Если мы вернемся к арте, в форум-роману, ну, вот видите, Колизей вот палатин. Да? А императрица Елена жила бы приблизительно вот здесь. А Сан-Жованни до Терана стоит вот здесь. Вот он. Он собор кафедральный основал между как бы палатином, старой частью города и домом своей матери. Там сидел епископ города Рима, который отвечал, окормлял пасту в Риме. И, собственно говоря, таким образом Сан-Жованни стал кафедральным собором города. Поэтому, когда вы говорите о главном соборе города Рима, это ни в коем случае не Сан-Пьетро, это Сан-Жованни. Таким образом, четыре папских базилики, включая Сан-Жованни и Латерана, а также малые базилики. Малые базилики, например, Санта-Кротчин-Джерусалеме. Это базилика, основанная на останках дворца святой Елены. Как вы знаете, это неуемная, в общем-то, женщина поехала в Палестину искать святыни, какие-то физические доказательства Христа. И нашла ведь. В том числе и остатки креста, на котором распяли Иисуса. Значит, она привезла эти остатки в Рим. И в Риме они хранились у нее сначала в дворцовой капелле, а после ее смерти, когда дворец уже был разрушен, они были заново обретены в эпоху Средневековья. И там, где они были обретены, была построена церковь, которая называется Санта-Кротчин-Джерусалеме. Ее часто переводят как Церковь Святого Креста Иерусалимского. Этот перевод неверен, потому что правильный перевод Церковь Святого Креста в Иерусалиме. Почему в Иерусалиме? Потому что стоит он на земле из Иерусалима, которую привезла с собой императрица Елена. И она ее туда закопала. Соответственно, вот этот очень важный аспект, который надо помнить. Или, например, церковь, которая называется Сан-Лоренцо-Фуоли-Лемура. Церковь, построенная на месте гибели Святого Лаврентия, тоже был довольно примечательный дяденька, разумеется, раннехристианский святой, разумеется, римский легионер, разумеется, уверовал, разумеется, был приговорен, проповедовал, был приговорен к казни. Приговорили к казни мучительно. Его приговорили к медленному поджариванию на решетке. Есть знаменитая фраза, на нее ссылается, точнее, ее указывает Иаков Врагинский в своей «Золотой легенде». Он пишет, что, когда он уже, когда он погибал, его медленно поджаривали на огне, он сказал солдату, который это делал, говорит, переверни, я уже с этого бога хорошо поджарился. Кулинар. Но это, на самом деле, элемент того, что, как бы, эти люди за свою веру, стоически принимали достаточно мученическую смерть. Вот на этой прекрасной картинке, а такие картинки раздавали паломникам в 17 веке, чтобы они понимали, что конкретно надо посетить, обязательно надо посетить, значит, все базилики, четыре папских базилики, больших базилики Маджоры, и все остальные базилики, которые, что дает вот это все, это дает год индульгенции. То есть, прощение всех грехов, которых ты раскаялся. Внизу, в правом нижнем углу, схема, да, чтобы ты понимал, где в городе приблизительно они могут находиться, в пределах стен или за стенами. То есть, это картинка поздняя, эта картинка уже просто, как Рим был перестроен, но я вам ее показываю, чтобы вы понимали, что вот к 17 веку эта система уже затвердилась. Помимо всего прочего, надо понимать историю римских пап. С римскими папами все, в общем, довольно сложно, потому что их много. Если вы откроете список Википедии, вы увидите, что их там около тысячи. Это какое-то бесконечное количество пап. Помимо официально признанных римских пап, есть, например, антипапы. Да, и антипапы – это люди, которых избрал конклав, но половина не признала, или потом отказали им в том, что называется, с задним числом, что называется. Особенно это практиковалось в раннее христианство, в ранние средние века. Были примеры того, как пап выкапывали, судили, и потом, значит, они там судили в смысле уже мертвых пап. Значит, за то, что они захватили… Ну, в общем, там много всякого интересного средневековой юриспруденции происходило. Тем не менее, римский папа был главой христианской церкви до Великой Схизмы. После того, как раскололась церковь на православную католическую, папы становятся главой римско-католической церкви. Помимо всего прочего, папы являются епископами города Рима и владельцами папской области. Они феодалы, один из крупнейших феодалов Европы. Помимо всего прочего, папы, поскольку они окормляют духовно все население Европы практически, они, разумеется, как все нормальные священники, в какой-то момент начинают претендовать на власть светскую. Они начинают претендовать на главенство власти духовной, на властью светской. Это никогда нехорошо не заканчивается, для папы это тоже хорошо не закончится, потому что сам папа, это не наследственная должность, она выборная. Сам папа бесконечно становится жертвой бесконечных интриг внутри Курии. Курия в основном итальянцы, более того, в основном римские патриции. И это такой невероятный, совершенно душный муссобойщик, который бесконечно выясняет отношения и бесконечно портит всем жизнь. И начиная с конца 13 века, ситуация в Риме политическая все время ухудшается, потому что достигает пика процесс, который в современном идеевистике называют борьба империи и папства. Что такое империя? Под империей имеется в виду остатки государства Карла Великого. После смерти Карла государство было поделено на три части. Западное, Срединное и Восточное королевства. Восточное и Срединное королевства вскоре объединились под властью аттонов. С этого начинается история Священной Римской империи. И, собственно говоря, Священная Римская империя бесконечно боролась с папами. Борьба империи и папства, это Гвельфи и Гебеллины, если вы слышали эти названия, это такой бесконечный политический процесс, в котором принимала участие в основном Центральная и Северная Италия, а также Юг современной Германии, частично Франция, потому что французские короли, например, то туда, то сюда. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. В зависимости от того, кто больше заплатит, и кто в данный момент выгоднее. И вот это все бесконечное выяснение отношений и очень сложная политическая ситуация приводит в конечном итоге к тому, что в начале 14 века папы попадают в Авененское пленение. Ну, не то, чтобы это было прям пленение. Никто их там, да, за кольцо в носу не тянул, в клетке не вез, они сами на это пошли, потому что в конечном итоге папа, который принимает это решение, принимает его только потому, что ему в Риме угрожает реальная физическая опасность. Он уезжает в Авенен, думает там пару лет пересидеть, и это пара лет превращается почти в 80 лет. И к тому моменту, когда папа возвращается в город, мало того, что город, собственно, все Средневековье был не особо так похож на столицу католической церкви, и вообще столицу христианского мира, ну, в общем, с точки зрения инфраструктуры, как сейчас говорят, все было совсем грустно. Воды не было. Город окружен системой понтийских болот, которые дают в город этот миазм, лихорадки, холера. Вода в Тибре тоже не очень хорошая, поэтому эпидемии нередки. Грязь, вонь, в общем, все как мы любим. Клоака, которая не работает, потому что ее никто не чистил уже тысячу лет. Ну и так далее. Так после 70-летнего отсутствия власти в городе, а папа, еще раз напоминаю, этой светской власти, город просто, ну, медленно начинает разрушаться, разрушаться довольно серьезно. То, что город из себя представляет, ну, это карта не 15-го века, просто от 15-го века у нас ничего нет, никаких изображений. Это карта середины 16-го века, но здесь очень хорошо видно, значит, это карта, которая рисовалась для книги, поэтому у нас пьяца далеко по полу будет слева, потому что для вас, как для паломника или приезжающего человека из Рима, город начинается слева, слева, потому что мы читаем слева направо, для нас все начинается слева, заканчивается направо. Систему координат, помните? Декарту. Соответственно, вон пьяца далеко по полу наверху, и, соответственно, вот это большое зеленое, огромное поле сверху, это восток, полностью нежилой. Там нет ни одной жилой постройки, там столько ста торчат, зубья каких-то руин бесконечных, и, что самое главное, там нет, не обозначено, там, между прочим, на востоке города находятся Санта-Мария-Маджора, Сан-Джованни Латерана, знаете, не последние римские памятники и храмы, важные для паломника. Их здесь просто, ну, Сан-Джованни Латерана, там какие-то вот есть внизу, вон там, вон, вон, там что-то такое. А Санта-Мария-Маджора просто нет. Какая-то там церковь, непонятно, зачем она нужна. И в конце 14 века было все еще хуже. Это уже город более-менее облагороженный, уже есть какой-то трехлуч, уже есть какая-то структура. А в конце 14 века было все еще хуже. По вспоминаниям современников, на алтаре базилики, когда базилика, под базиликой имеется в виду конкретная базилика, это базилика Святого Петра, на алтаре базилики голуби вили гнезда. Дыры были настолько велики, что в случае дождя, а дождь времени редкость, а в случае дождя пол заливало до середины ноги. Ну, прям так и написано, до середины ноги, но я полагаю, по колено. Ну, то есть, вы себе можете представить, что если главный собор, христианский, главный храм христианского мира в таком состоянии, в каком основании весь остальной город. И, собственно говоря, постепенно папы начинают город восстанавливать. Но восстановление города в 15 веке затруднялось двумя проблемами, очень серьезными. Первое, это отсутствие денег, их не было. Второе, это бесконечная борьба курии с папами. То есть, сначала папу избирали, а потом папе начинали устраивать веселую жизнь. И папа был бесконечно внутри вот этих бесконечных политических интриг, да еще и денег своих нет, то есть, особо не расстроишься. Но процесс, который происходит, крайне важен, потому что, начиная с папы, это собор Святого Петра, тогда еще базилика Святого Петра, начиная с Евгения IV, чей понтификат приходится с 431 по 447 год, этот человек был во всех отношениях совершенно замечательным. Именно он взял на службу человека, которого звали Леон Батиста Альберти. Леон Батиста Альберти персонаж крайне важный для истории архитектуры мировой и для истории итальянской архитектуры. Он был выходец из богатой флорентийской семьи изгнанников, которых выгнали из Флоренции. Ну, знаете, это такой достаточно часто практикующийся способ наказания политических противников. Кто-то возвращался, как Медичи. Ну, Медичи недалеко выгнали в Орвье, не то чтобы там вот прям вот совсем далеко, а вот, например, Данте выгнали очень далеко, он всю жизнь, до конца жизни сидел и ныл, что он бедный, несчастный, умирает на чужбине, в чужой стороне. В Равене он умирал, если кто не в курсе. То есть, тоже не сказать, что прям вот на другой конец света выслали. Значит, Леон Батиста Альберти получил очень хорошее образование. Судя по всему, у него была, что называется, тяга к языкам. И Леон Батиста Альберти приехал в Рим, и в Риме он поступает на службу секретарем к папе Евгению Четвертому. И надо сказать, что он секретарем усидел, это при нескольких папах. Это был человек совершенно невероятных талантов, и главная его заслуга в том, что он написал книгу, он написал несколько трактатов, у него есть трактат по математике, трактат по физике, но он тогда не назывался физикой, а по естественной наукам, скажем так. Есть у него трактат, который называется архитектура. Альберти первый архитектор после эпохи Средневековья, который начинает писать архитектурную теорию. Что, собственно говоря, Альберти делает? Альберти возвращает, и это его вторая важная заслуга, римский пластический язык, я имею в виду античный пластический язык, в современную ему архитектурную практику. Почему я вам показываю базилику Святого Петра? С правой стороны ее реконструкция современная. В лучшие годы она так выглядела. А с левой стороны ее план. Исключительно для того, чтобы вы понимали размер этого немаленького сооружения. Начиная с Евгения IV базилику бесконечно пытаются ремонтировать. В конечном итоге Александр VI Борджа скажет, баста, карапузики, надоело вкладывать в эту бесконечную стройку деньги, начнут ее разбирать. И так начнется история уже следующего храма, который сейчас называется собором Святого Петра. А вот Альберти пытался, еще жил в те времена, когда ее пытались восстанавливать. И обратите внимание, что базилика устроена абсолютно как раннехристианский храм. Перед нами базилика с четко вылененным средокрестием, трансептом, с большим атриумом переда. Это форма раннехристианская, потому что в храме ничего делать нельзя, в храме только для Бога. А община же живет, и община живет в окружении других общин. То есть раннехристианские базилики все-таки христиан пока меньшинство, много язычников вокруг. Поэтому все дела общины решаются в атриуме перед... Потом этот атриум приедет в Бог и станет к Йостру католических монастырей дворами, куда местами для общения монахов с прихожанами, со светским людьмем, потому что светский человек в монастырь, собственно, там туда, где келья, где живут монахи, попасть не может. Максимум, куда он может зайти, это базилика монастыря и двор монастыря, где монахи, например, имели возможность встречаться со своей семьей. Соответственно, компанила перед ней, лестница, она там до сих пор есть, и, как вы видите, такой небольшой лоджия притвора. Видите? Самое главное, чего здесь нет, нет здесь того, что сейчас есть в обязательно практически любом папском храме, лоджии благословения. То есть балкончик, куда может выйти папа и благословить народ, или прочитать свою знаменитую проповедь городу и миру. И по проекту Леона Батиста Альберти, а строит ее при папе Пии II, по проекту Леона Батиста Альберти строится вот это сооружение, видите, аркадное. Это картинка середины XVI века. Видно старую площадь собора Стопетра, и уже несколько ретроспективная, потому что к этому моменту уже строится во все собор. Но пока стоит старая лоджия благословения, опиралась она, разумеется. Ну вот, действительно так она выглядела. Это лоджия с церкви Сан-Марко в Риме, которая пристроена к палаццу Венеции. Собственно говоря, палацца Венеции так называется, потому что, как вы знаете, святой Марк, покровитель Венеции, это было венецианское посольство при папском дворе. Восходит этот архитектурный язык вот к этому. Я думаю, что такое вы понимаете, да? Важно, что Альберти дает систему разгрузки пространства, принятую в Древнем Риме. Ведь что сделали римляне? Сами римляне ничего никогда не изобретали. Вот эти все разговоры про римские технологии, они не изобретены римлянами, это не римские технологии. Кирпич придуман еще в эпоху поздней бронзы. Бетон – шумеры. Высотное строительство – Ближний Восток. Религиозная система, философская система – греки. Ну и так далее. Я могу долго перечислять. Римляне ничего сами не придумывали. Римляне превращали все в систему. И ордерную систему греков они усовершенствовали. Что такое ордерная система у греков? У вас есть стойка, на ней лежит балка. Ну, это не хитрая история, она еще в Египте была. Что делают греки? Они свою системную архитектуру вставляют в свою философию. Точнее, у них архитектурная система растет из философии. Они придумывают архитектурную теорию. Что это значит? Это значит, что они вдруг неожиданно выясняют, что здание можно по-разному пропорционировать. У них появляется дорический ордер, это мужской ордер. Его соотношение самой широкой части колонны к ее высоте приблизительно 1 к 7, к 7,5 в зависимости от окружающих условий. Есть ионический ордер, есть коринский ордер, но все эти ордера рабочие – это реальная система, система, на которой что-то лежит, что-то стоит, на этом что-то лежит. Идет ордерная система из системы Пифагора, потому что в основе любого ордерного храма греческого лежит одно число. Это число принимается за модуль, а дальше рассчитывается все от модуля. Интерколумнии расстояния между колоннами, высота колонны, высота капителей, ширина стилобата, ширина архитравной балки, высота антаблемента – это все рассчитывается, исходя из одного числа. Если вы вспомните Пифагора, то вы наверняка поймете, почему я об этом, потому что Пифагор в основу мироздания клал число, если нам удастся вычислить это число, он считал, что он его вычислил, это число Пи, значит, то мы поймем тайны мироздания. Но как-то не очень сработало, но тем не менее факт остается фактом. То есть греческая ордерная система была частью философско-религиозной школы. Когда мы с вами говорим о Риме, римляне очень быстро поняли, что помимо стоечно-балочной конструкции еще есть арки. Арки на колоннах не лежат никогда, за исключением аркад. Почему арки не лежат на колоннах? Потому что у них сила распора. Физика, как говорится, жестокая вещь, поэтому сила распора, колонна не может подавить распор арки. Только в одном случае, если есть система, и распор одной арки гасится, другая арка, стоящая рядом. Так вот, поскольку колонна не может, значит, арку надо опирать либо на мощную стену, либо на пилон. Но пилон не пропорционируешь, как ордер. Вы представляете, какого размера должно быть здание, чтобы пилон, например, толщиной в 2,5 метра, в 3, в 4 метра, был пропорционален. Тогда что делают римляне? Они берут ордер и приставляют просто к этому пилону, как в Колизее. И мы с вами получаем римскую систему разгрузки тяжести. Дорический, ионический, коринфский. Мужской, женский, женский. Ну, это тоже логично. Мужская фигура имеет пропорцию более приземистую. И когда девушки на концерт ходят с мальчиками, там же не мальчики, на девушек залезают, а наоборот все-таки происходит, да? И, соответственно, вот именно это возвращает Альберти в римскую архитектуру. Именно это он заставляет своих современников говорить на языке античности, на языке римской архитектуры. И эта система впоследствии из Рима выйдет. Помимо, собственно, лоджии благословения в 15 веке и вот, например, фасада базилики Сан-Марко, который строился с 467 года, Франческо Дельборга, была построена парочка дворцов. Палаццо Капраника, которое строилось в 450-78 году, и палаццо Венеция, которое строилось с 1455 года, потом долгое время пристраивалось. Значит, почему я их вам показываю? Потому что это здание, которое в основе своей абсолютно средневековые замки, причем не замки, а донжоны. В палаце Венеции даже машикули есть. Машикули вообще в оригинале такие отверстия, через которые на всяких нехороших людей лили всякие нехорошие вещи. И башня есть обязательно дозорная, да, это как донжон. Тем не менее, это уже вполне городская архитектура, то есть вот эта потенция к изменению структуры города, она проявляется уже в 15 веке. Более того, у палаца Венеции есть двор совершенно замечательный, вот он, где лоджии внутреннего двора вполне соответствуют идеям Альберти, вполне соответствуют тому направлению, который, что называется, развивается в этот момент благодаря Альберти. Но третья вещь, которую делает Альберти, ну, с подачи, скажем так, в 15 веке, в том числе и с его подачи, строятся несколько церквей. Я покажу только одну санагастина, их на самом деле немного, их всего пять, но я покажу только одну санагастина, где появляется вот этот новый тип фасада церковного, который потом бесконечно будет использоваться в эпоху барокко, где центральный перепад между центральным боковым, и нефами, скрашивается при помощи вот таких валют. Идею, это абсолютная идея Альберти, впервые была реализована вот в этом фасаде, не в Риме, а в городе, который называется Флоренция, в церкви Санта-Мария-Новелла. Она сделана абсолютно по образцу, делал ее Бернардо Расселина, строил ее по проекту Альберти, сам Альберти ничего не строил, он по секретарям работал, ему некогда было. Соответственно, вот такого рода вещи начинают появляться в Риме, и все вроде потихонечку начинает налаживаться. И Александр VI Борджи наконец-то, значит, решает снести к чертовой матери Базилику, потому что Базилику уже, ну, 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 все, невозможно это бесконечно ремонтировать. Он заказывает собор, собор начинает проектировать Браманты, потом Браманта умирает, вслед за Браманты его начинает проектировать Рафаэль, потом Рафаэль умирает, его начинает проектировать Бальтасара Перуцци. И тут происходит одновременно несколько важнейших событий, которые меняют все. Во-первых, конец XV века – это эпоха Великих Географических Открытий. Эпоха Великих Географических Открытий полностью меняет экономическую ситуацию в Европе. Если до этого Италия была главным посредником между Востоком и Западом, то неожиданно с подачи венецианца, кстати, Марка Пола, да, Марка Пола, Колумб, Магеллан – три главных персонажа. Выясняется, что, во-первых, можно в Индию плавать, не обязательно через Италию, потому что эти венецианцы задрались, такие цены задираешься, мама, не горюй. Падает Константинополь в конце XV века. То есть из Венеции некуда, там турки, а турки не пропустят. Первое время не пускали никого. Вы думаете, Марка Пола просто так что ли поплыл бы, искать другой морской путь в Индию. Еще же был Суэцкий перешей, канала-то не было. Соответственно, дальше плывет Колумб, и вдруг выясняется, что мир вообще не такой, какой мы себе его представляли, а у Аристотеля почему-то ничего про Америку не написано. Потому что представление Средневековья об устройстве мира – это Аристотель. С довольно подробным описанием известного мира, но вот про Америку почему-то ничего не написал. Выясняется, что нет монополии на истину. Основы, церкви начинают немножко пошатываться, а потом плывет Магеллан, который путешествует, он не доплывает до конца, он погибает в дороге, но в процессе выясняется, приплывает Магеллан. 19-22 год, путешествие Магеллана. Значит, Магеллан, оно заканчивается, но он же, как вы помните, совершил первое кругосветное путешествие. Соответственно, это меняет все. Начинается освоение новых земель, появляется другая экономическая основа существования королевских режимов Европы, и они получают независимость, они больше не зависят от Италии вообще. Борьба империи и папства перестает быть актуальной. Кому какое дело, что там считает какой-то непонятный итальяшка, который сидит уже на окраине, к тому времени Европы, потому что главные европейские центры смещаются на север, в океан. Первая проблема. Вторая проблема. Тоже довольно серьезная, я бы сказала. В 1517 году, в октябре, один, значит, монах немецкий в городе Виттберге пришел к дверям замковой церкви и приколотил к ним бумагу, которую назвал 95 тезисов. Звали этого прекрасного человека Мартин Лютер. По одной из версий, он решил побороться с церковью по очень простой причине. Он очень хотел жениться, поскольку он был католическим священником, даже целебат. Ему разрешения не давали. И вот он мучился, мучился, и решил, что и обойдется он без папы. 95 тезисов оказали воздействие, наверное, сравнимые со взрывом атомной бомбы. Церковь сначала вообще не заметила. Много ли в ее истории было таких монахов, которые там что-то пытались протестовать против засилия католической церкви. Одни катары чего стоили, альбегойская ирис. Там кроме альбегойцев было еще достаточно народу. И они его пропустили, проморгали. Когда они чухнулись, под первым это сделал Генрих VIII. Государь Европы начали уходить из луна католической церкви. Генрих VIII это сделал тоже с весьма по конкретной целью. Папа не давал ему развод. А папа развод ему не давал потому, что Генрих был женат на племяннице наихристианейшего из королей Карла V, главного короля первой половины XVI века в Европе, императора Священной Римской империи. И так сложилось. Наследник испанской короны. То есть этот человек реально владел большей частью земли в Европе. У него было очень обширное владение, очень. То есть включая Нидерланды, вся Священная Римская империя, вся Испания. В общем, такой был человек серьезный. Ссориться с ним не надо было. И что сделал Генрих VIII? Сказал, ну и ладно, вот там Лютер что-то предлагает, может он ему вот. И он объявляет себя главой церкви в Англии. Тут папы забеспокоились немножко. Но тоже ничего не предприняли серьезного. Они писали бесконечные булы, говорили о том, что мы вас отлучим от церкви, и отлучали от церкви, а ничего не происходило. Люди как ходили, просто в свои церкви стали ходить. Тогда папа понимает, что дело серьезное. И, наконец, происходит еще одно событие. Оно локальное, но оно не менее важное для нашей истории. Это событие называется «Захват Рима над лазискаменной христианишкой с королем Карла V». В 1527 году. Разумеется, Карл никакой Рим захватывать не хотел. Он имел титул защитника веры и совершенно не собирался нападать ни на какого папу. Но папа римский, лев X, попросил Карла V об одолжении. Дело в том, что его брат в этот момент боролся за Флоренцию. Он пытался сесть туда великим герой, узурпировать власть по Флоренции. Флорентийцы яростно сопротивлялись, и у Медичи не очень хорошо получалось. И тогда папа обратился к королю с просьбой прислать войска на помощь брату. Войска были присланы, победа была одержана, все было хорошо, но Медичи отказались платить. И тогда наемный ланснехт Карла V, недолго думая, пошли требовать должок с дядей. И захватили Рим, потому что к этому никто не был готов. До Флоренции сейчас на Фрэнче Россо полтора часа, тогда это было два дня пешего перехода. А он просто не успел ничего сделать. Он знал, что армия идет, но что он может за два дня. И эти ребята в 27-м году, через 7 лет после смерти Рафаэля, захватывают Рим. И по воспоминаниям современников, они его разрушают так, что нашественные войск, на христианинские войск королей, современники сравнивают с нашествием войск Аттиллы. Нормальное такое сравнение. Аттилл, того самого Аттилла, который все разрушил. И три проблемы. С одной стороны, вам надо каким-то образом удерживать паству, вам надо каким-то образом возвращать свое влияние, и вам нужны для этого деньги, разумеется. Вам нужно менять что-то. И папа меняют. Начиная с Павла I, III, начинается процесс, который получает название контрреформация. Папа Павел III собирает Триденский собор, который работает почти 80 лет. На Триденском соборе формулируются основные догматы католической идеологии. Это важно. До этого ни о какой католической или христианской идеологии мы не говорим. Мы говорим о догматах католической идеологии, которые формулируются юристами на самом деле, потому что орден Иезуитов, который создается Павлом III, он принимается, причем это происходит очень быстро, а орден Иезуитов новый орден. Иезуиты получают право носить светскую одежду. То есть вы никогда не поняли бы, что с вами говорит брат Иезуит, просто потому что у него не было никаких... Это первое по-настоящему тайное общество Европы, потому что масоны не тайное общество, ни черта. Значит, и иллюминаты вообще миф. А вот Иезуиты, тайное общество, они имели право не демонстрировать свою принадлежность к католической церкви, они превращаются в спецслужбу и одновременно в систему образования, потому что Иезуиты распространяют догматы католической церкви и католической идеологии через систему иезуитских коллежий, которые они устроят по всей Европе и которые в конечном итоге тоже сыграли с ними злую шутку, но это уже совсем другая история. Соответственно, мы с вами получаем ситуацию, при которой контр-информация должна была получить какое-то физическое воплощение, как папа будет противостоять, а как ты докажешь этим несносным литеранам, что католическая церковь лучше, красивее и правильно верит методом архитектурной пропаганды. И тут-то и пригодилось римское наследие, потому что, строго говоря, первыми людьми, кто придумал архитектурную пропаганду и пропаганду вообще был Рим. Напомню вам, что Римская империя это государство, в котором появилась типология Триумфальной арки, а Триумфальная арка это чисто пропагандистское сооружение, потому что никакой другой цели, кроме как написать на ней, что она поставлена в честь Септимия Севера и его сыновей и поставлена потому, что Септимия Севера и сыновья сходили на север и дали по шее каким-то очередным варварам. И вот, кстати, вот тут варвары изображены, а это Триумфальный проход Септимия Севера вместе с покоренными варварами и дарами, которые он приносит в Рим, никаких других функций Триумфальной арки нет. Это абсолютно пропагандистская история. И то, что сделал Альберти в 15 веке, неожиданно, весьма и весьма пригодилось. Помните, Альберти возвращает римский язык в архитектуру. И тут выясняется, что этот римский язык невероятно востребован. Это так рождается барокко. У нас не лекция про барокко. Оставим эту тему пока. Но хорошо, не будешь же ты строить богатые дворцы с золотом, ангелами на фасаде и вот этим всем, что мы с вами представляем себе, когда говорим барокко, в городе, в котором воды элементарно нет. И начиная с середины 16 века, а точнее с папы Павла III, город потихонечку начинают приводить в порядок. И эта логика порождает новации, которые теснейшим образом связаны с идеями Рима, Рима античного и с потребностями, которые сейчас испытывает римская католическая церковь. Одной из таких новаций, не первой по времени, но важной для нас, первой в нашем рассказе становится капиталистская площадь, которую проектирует Микеланджело Буонаротти. Она проектируется в 50-е годы, начали ее проектировать в конце 30-х годов 16 века, достраивается она уже после его смерти. Важно, что такое капиталистская площадь? Это площадь перед сенатом города Рима, перед муниципалитетом города. Папа выносит муниципалитет за пределы Кверинальского дворца. Ну, потому что Кверинальский дворец, это, грубо говоря, администрация папской области, управление государством. А это, там он сидел, там какие-то офисы сената сидели, но папа решает перенести туда в том числе всю вот эту муниципальную власть, управляющую городом. Что делает Микеланджело? Микеланджело строит палац, перестраивает палаццо Дея-сенаторий, проектирует палаццо Дея-консерваторий и палаццо Нового. Все это стоит на субструкциях античного сената, старого капиталистского дворца. Но есть один очень важный нюанс. Капиталистский дворец смотрел на форум. Он стоял лицом к форуму. Люди собирались на форуме. Но во времена, о которых мы сейчас с вами говорим, эта территория называется Кампо-Вачино, там коров пасут. И никакого форума там нет. Там коровье поле, это окраина, там воды нет. Соответственно, там живут такие бедные люди, ну как бы туда не развернешь площадь. И Микеланджело разворачивает площадь на 180 градусов и строит новую площадь, которая называется Капиталистской. Но самое главное даже не это. Будучи скульптором, в центр этой площади Микеланджело ставит статую. Это первый конный монумент, который появляется на площади в центре. Сейчас вы мне, конечно, можете вспомнить Гатамилату. Но Гатамилата не стоит на площади, он стоит на кинотафе. Этот высокий постамент под Гатамилатой и под Калеона, это кинотафы, это обозначение захоронения, это надгробие. И они выезжают из культуры конных надгробий. Один из которых, наверное, бомберский всадник или надгробие в Висконте, оригинал которого стоит в Сфорцеско в Милане. Статуя Марка Аврелия, которую ставит Микеланджело, Микеланджело уже знает, что это Марк Аврелий, она сохранилась только по одной простой причине. Древние римляне, ну как древние, раннехристианские римляне, думали, что это Константин. Потому что колосса Константина уничтожили, они, собственно говоря, остатки их и хранятся в капиталистских музеях, потому что Константин был бритый. А Марк Аврелий был бородат. Ранние христиане, а они же все варвары в основном, под очень сильным варварским влиянием, считали, что не такой серьезный человек, как римский император, не может быть брит, точно бородатый. И он сохранился, это единственная римская конная статуя, полностью сохранная, сохранилась только потому, что кто-то решил, что это Константин. Константин Великий. Когда Микеланджело ее ставит, он уже знает, что никакой это не Константин, что это Марк Аврелий. Находит он ее в процессе строительства собора Столпетра в каком-то из подвалов, значит, базилики старой. И он переносит ее на капиталистскую площадь, тем самым создавая новый тип площади. Что такое площадь в Средневековье? Площадь Средневековья. Площадь Средневековья – это место перед собором, либо перед дворцом сеньора, чаще перед собором. Вспомните любой европейский город. Перед любым городским собором и даже перед маленькой церковью площадь обязательно есть. Зачем нужна площадь? Да затем же, зачем был нужен атриум в ранних христианских базилиях для сбора общины. Перед городским собором, соответственно, там собирается весь город, там проходят главные городские праздники, там проходят ярмарки каждое воскресенье, там площадь побольше. Перед маленькими церквями площадь поменьше, потому что община поменьше. Ну это же очевидно. А, это площадь стоит, ну перед муниципалитетом тоже площади бывали. Вспомним, например, Сиену. Да, и они, как правило, там в Сиене используются для Палео. Но эта площадь никакого другого значения не имеет, кроме как показать, какие прекрасные на ней стоят дворцы, какие важные дворцы на ней стоят, и какая большая и замечательная статуя стоит в центре. Это первая презентационная площадь Рима. Площадь, главная функция которой, презентация зданий, которые на ней стоят. Это площадь, которая становится результатом вашего зашествия на этот хоум. Вы идете по этой пологой лестнице, вы выходите, и перед вами площадь разворачивается. Вот этот принцип развернутой площади, когда вы понимаете, что вы не просто так туда попали, что это не какая-то там проходная улица, что это действительно важное место, это то, что придумывает Микеланджело Буонаротти. Он это переизобретает заново. В Риме все это было, я имею в виду в Риме античном. Но Микеланджело переносит это в современный ему Рим. Ну и возвращает заодно культуру конных мужиков на площадях, которая с тех пор прекрасно процветает на протяжении уже многих-многих столетий. Ну вот, смотрите, какой красивый. Вот, соответственно, вот она, развернутая на вас. Дальше поехали. Тут, извините, опять вернемся к Джованне Батиста Ноле. Я как-то совершенно не учла, что высоко экран, надо было, конечно, выделять, но извините, я первый раз читаю в этой аудитории, поэтому... Вы видите наверху пьяца Дель Попполе, от нее отходят три луча. Про первый луч мы с вами все выяснили. Это луч, который называется Корса. Корса, почему он так называется? Потому что это самая была прямая улица города в 15-16 веке, самая длинная. И по ней проходили скачки. Раз в год. В Риме не было особо карнавалов, вот у них на место карнавала были скачки. И Корса, если дословно переводить, это Лошадиная улица. Так она называлась до появления слова Корса, она называлась... Корса много где есть, во многих городах много где скачки проводились. Так она называлась Виалатино, улица латинская, римская. Дальше очень важный момент у нас с вами идет... Ну и, соответственно, Виалата ведет в центр города к форумам, к колизеям и так далее. Значит, Виа Репета пробивается следующее. Репета – это улица, которая у нас с левой стороны, трехлучшая, к реке. Виа Репета пробивает в 1513-1521 году. Лев 10-й, она идет к порту Репета, от которого вы плывете в Ватикан. А правая часть трехлучия, которая называется Виадель Бабуина, пробита в 1534-1949 году при папе Павле III. И вела она на Кверинал. И папа хотел, чтобы она заканчивалась у Кверинальского дворца. Не заканчивалась она там только потому, что там подъем очень крутой, и в конечном итоге они это дело бросили. Поэтому сейчас Виа Дель Бабуина заканчивается испанской лестницей. Ее потом еще немножко продлят, и закончится она фактически фасадом базилики, который называется Сант-Андре-де-Ла-Фрате, Святого Андрея в садах. Будете там, зайдите в Риме, в эту базилику обязательно, потому что похоронен там не последний русский художник Арест Иванович Кипринский. Значит, вот, прекрасно. Вот на этой схеме те три луча очень хорошо видно. Но что делать с востоком города? На востоке города ничего нет. А там, напоминаю вам, еще две важнейших базилики, но еще много чего находится. Эту схему я вам показываю, запомните ее, пожалуйста. Потому что сейчас мы с вами будем говорить о действиях человека, которого звали Сикст Пятый. Сикст Пятый персонаж крайне любопытный сам по себе. Он происходит из обедневшего рода крестьянского. Ну, как бы, крестьяне вообще особо богатыми никогда не были. И от нищеты, но они окончательно обнищали. Жили они в Далмации. И отец, звали мальчика Филичи Перетти. Отец Филичи Перетти еще до его рождения, при помощи своего брата, который был, ну, занимал какой-то там не очень высокий пост в францисканском ордене, перебирается из Далмации в Пьемонт. В Пьемонте, соответственно, они и живут. В 1521 году там рождается мальчик, который называют Филичи. Фамилия у него Перетти. И этот прекрасный юноша. Сначала пас свиней, а потом при помощи дяди он поступает в францисканский орден. Монахи дают ему образование. И на фоне контрреформации он делает довольно быструю и серьезную карьеру. Причем настолько быструю и серьезную, что уже к 50-му году он становится кардиналом. Парню 30 лет. Кардиналом. Он получает кардинальскую шапку. Получает он ее благодаря тому, что он едет вместе с Тарквемадой, едет он в Испанию. И там работает с рекретарем Тарквемадой. Вместе с ним работает еще один прекрасный человек по фамилии Бонавентура, который станет папой Григорием XIII. Там между ними кошка пробежала. Поэтому по возвращению из Испании, когда Григорий XIII становится папой, кардинал Филичи Перетти предпочитает за благо немножко отойти в тень. И он покупает землю на востоке Рима для того, чтобы построить там свою виллу. Но проблема с землей на востоке Рима и виллой там состоит все в том же. Нет воды. Нет воды. Проблема эта решается совершенно неожиданно. Проблема эта решается благодаря человеку, которого зовут Доминика Фонтана, которого он нанимает для того, чтобы сделать одну конкретную вещь. Дело в том, что территория виллы Перетти это номер один. Номер два на этой схеме это бодилька Санта-Мария Маджори. Поскольку она находится в непосредственной близости, Перетти берет ее подпокровительство свое. Он становится туда главным вкладчиком, потому что базилика переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Помните, дороги нет. Григорий XIII попытался это исправить. Он пробьет дорогу, она обозначена голубым на этой схеме. Он пробьет дорогу между Сан-Джованни Латерана и базиликой Санта-Мария Маджори. К Сан-Джованни можно попасть. По стене. Там вдоль стены идет дорога. А к базилике дороги просто нет. И поскольку Перетти купил там землю, он решает привести в порядок одну из могил в этой базилике. Одна из могил принадлежала там папе Николаю IV, первому папе Францисканцу. Он ищет архитектора. И таким архитектором становится Доменико Фонтано. Доменико Фонтано был штукатуром. Он вообще теченезе. Родился он в течиноке, местечке, как он называется, Мелиде. Он приезжает, как все теченезы. Он сначала поработал немножко на ПТУ для профтехучилища или профессионального образования. Все течинские каменщики получали на строительстве собора в Ломбарде. Точнее, в Милане. Они все строили Миланский собор, а потом ехали в Рим, потому что Рим в этот момент активно перестраивается. И вот он приезжает к своему старшему брату, который к этому моменту работает вместе с Микеланджело строительством последнего проекта архитектурного Микеланджело, который называется Порто-Пиа. Соответственно, Порто-Пиа, сам Фонтано потом напишет, что он тоже там работал, но точно врет, не работал. Он не устраивается архитектором, он работает штукатуром, он специалист по стуковой декорации. Он делает, например, стуковую декорацию в Палаце Капитолине, он делает стуковую декорацию на потолке Сан-Луиджа, де Франчезе, еще там кое-где. И вот, собственно, как штукатурой мастера декорации его и нанимает Филича Перетти, чтобы он сделал надгробие, не над могилой, а просто в церкви Санта-Мария-Маджора надгробие Николая IV. И там что-то, я абсолютно убеждена в том, что это был личный абсолютно контакт, они сработались, что называется. И когда папа говорит, ну вот тут прикупил землица, что делать не знаю, Фонтана говорит, так акведук еще. Давай постановим акведук. И Перетти вкладывает в строительство акведука. Надо сказать, что к этому моменту один акведук в городе-то есть. Его восстанавливают чуть раньше, в 30-е годы век, в 16-го века, и потом доводят до ума Григорий XIII как раз. Это акведук аквавирги. От него питаются фонтаны, например, приятцы Навоны, самый известный фонтан города Рима, который называется Детреви. Ну вот это все, это аквавирги. То есть там уже вода какая-то имеется. А на Востоке-то и тогда фонтана восстанавливает. Старый античный акведук императора Максенция. Не Максенция. Сейчас помню, скажу, как его звали. Неважно, на самом деле. Этот акведук, он приводит на Исквелин и заканчивает его фонтаном Моисея. Важно, что папа не просто привел воду на... Будущий папа, на тот момент кардинал, не просто привел воду на свою виллу. Да, довольно значительную по размеру, на самом деле. Он этот фонтан вывел в город, тем самым он повысил цену земли. Он вывел акведук, выведя акведук в гору, а в город он повышает цену земли. Фонтан Моисея потом будет продолжен. Акведук будет продолжен от фонтана Моисея к четырем фонтанам в Риме площади и к аквириналу. Фонтан на Кавиринальской площади питается от этого акведука. Акведук этот называется Аква Феличи. Помните, кардинала зовут Феличи Перетти. Когда кардинал становится папой, он понимает, что мало фонтана, что надо повысить. И он строит улицу. И, собственно говоря, по первоначальному проекту эта улица должна была спускаться к пьяце Дальпополо, чтобы трехлучье стало четырехлучьим. Но из-за того, что холм Пинчо слишком высок и крут, для того, чтобы сделать нормальный спуск, по которому может хорошо спуститься или подняться лошадь, надо было бы выкупать значительные куски земли и срезать холм. Это было слишком дорого, поэтому они не стали этим заморачиваться. И, собственно говоря, начали с Традо Феличи над испанской лестницей. Маленькая площадь, которая называется, ну вот на эту схему повыше, над испанской лестницей, маленькая площадь, которая называется Санта Линта де Монте. Они пробивают вот эта красная линия, это шесть километров по городу, которые заканчиваются церковью, называемой Санта Крочен Джерусалеме, одной из семи паломнических церквей Рима. Помимо всего прочего, фонтана по просьбе Сикста Пятого пробивает еще несколько улиц, включая улицу между Колизеем и Сан-Дживаня. Чего они добиваются? Они создают систему улиц на востоке города и площадей. Чтобы вы понимали, насколько это важно, ну вот смотрите, современная карта города. Все улицы, кроме одной, вот этой шестой, видите, фиолетовой, которая ведет к порту Сан-Лоренцо, поскольку там построили вокзал термени, там все снесли, включая виллу Филичи-Пиретти, но структура-то сохранилась, она до сих пор достаточно легко читается, и до сих пор постраду Филичи можно пройти, и вы можете даже никуда не сворачивать, кроме небольшой гадости, которую сделал римлянам король, когда въехал в город, король ненавидел Рим, я имею в виду Виктора Эммануэла II, они там, видите, а на страдо Филичи сквер поставили, поставили они его как раз за тем, чтобы вы не видели от одной площади другой площади, потому что когда вы стоите на страдо Филичи, вы от каждой площади видите следующую, вы знаете, куда вам идти, запомните эту идею. Вторая вещь, которую сделал Доменико Фонтана вместе с Филичи-Пиретти, они сделали совсем быстро, дело в том, что Филичи-Пиретти избрали внезапно, не то чтобы он претендовал на папский престол, у него не было своей партии, у него не было серьезной поддержки, он был какой-то там выходец, из какой-то там Далмации, обнищавший, значит, нищий крестьянин, которому случайно повезло, он заработал какие-то деньги и стал кардиналом. Но дело в том, что вы помните борьбу о курии бесконечных, Деллоруэр борется с форнезом, все вместе они борются с колонной, еще с каким-то бесконечным количеством семейств, которые бесконечно пытаются посадить очередного своего представителя, Памфеля, например, очередного своего представителя на папский престол. Жизнь многих, так называемых, патрицианских семей Рима, членов патрицианских семей Рима была просто целью их жизни, было посадить кого-нибудь на папский престол. Хоть кто-нибудь из взрослых, кто должен был соседить, потому что даже если хоть какой-нибудь заваляющийся племешок на себя к папскую тиару наденет, ну считай, все, жизнь удалась. У тебя все будет в жизни хорошо, потому что непотизм, когда папские родственники немедленно оккупируют все самые денежные должности в государстве и активно на этом и очень много зарабатывают, потом уже неважно, будет еще папа, не будет еще папа, не имеет значения. Главное состояние уже сколочено. Поэтому борьба была всегда серьезная. И богатые, сильные, мощные рода, конечно, за нее все время боролись. И это в конечном итоге приводило к тому, что конклавы превращались в какое-то бесконечное мероприятие. Конклавы могли длиться месяцами. За это время город в очередной раз приходил в упадок, потому что, напоминаю вам, что папа, это еще и светская власть. А когда светской власти нет, фактически, по кардинала там отношения выясняют, ну как бы некому даже отдать приказ, чтобы мусор из города вывезли. Нет человека, который подпишется под этой булой. Римляне довольно быстро научились кардиналов немножко поторапливать. Значит, на третьей неделе их переставали нормально кормить. Сначала им отрезали мясо, потом постепенно срезали овощи, в конечном итоге их сажали на хлеб и воду. Но если ей это не помогало, тогда за ними переставали убирать. И они в луже собственных нечистот, увы, запахи себе представляете, голодные, довольно быстро определялись с выбором. И, в общем, в этой ситуации выбрали Филичо Перетти, когда столкнулись, такое бывает в истории, когда сталкиваются две настолько мощные силы, что ни одна из них не может перебороть, у кого-то маленького и слабого есть шанс. Филичо Перетти был уже довольно пожилой дяденька. Ему было почти 65 лет. Он в 21-м году, дело происходит в 85-м году. Он ходил на костылях, кашлял, и вообще был страшно больной человек. И, естественно, такие случаи известны, поэтому список пап тысяч человек, когда иногда выбирали, собственно, после Перетти так и будет, выберут папу, который просидит полгода и умрет, пока эти ребята в очередной раз будут выбирать следующего. Его выбирают, ну, посидит годик, мы пока определимся. Ну, его выбирают. Папа откидывает костыли и говорит, здравствуйте. Правил он пять лет. Принял он имя Сикста. Стал он Сикстом Пятым. И умер он случайно, и мог бы еще лет 10 спокойно прожить, но он поехал лично инспектировать процесс осушения понтийских болот и там подхватил лихорадку. Она-то его и добила. За эти пять лет Сикст Пятый сделал невероятно много. Ну, например, вычистил Клоаку, которую тысячу лет никто не чистил, насыпал за тестачу так называемый восьмой римский холм, в котором до сих пор с удовольствием копаются археологи. Значит, на самом деле, это не совсем так. Просто это большая римская помойка за тестачу. И там не только Клоака, но это действительно более для исследований археологов. Он прокладывает улицы, он справляется с разбойниками. С разбойниками справляется довольно просто. Он обезопасивает дорогу в Рим для паломников очень простым способом. Все, кто пойман за разбой, немедленно казнятся, головы вешаются на мост святого ангела. Как-то быстро, через год, ни у кого никаких желаний никого грабить не возникало. Он такой парень был, простой. Из крестьян. Никакой тебе интеллигентности. Но когда его выбирают, он понимает, что это чудо господнее, потому что шансы стать у него римской папой были приблизительно никакие. Но там есть легенда про то, что его матери цыганка предсказала, что твой сын станет папой римским. И якобы по преданию, когда его избрали, он сказал, что цыганка была права, но, как вы понимаете, это не более чем байки. И он решает отметить свое избрание. И не придумывает ничего умнее, как передвинуть обелиск, который стоял слева от базилики святого Петра, на тот момент тоже разрушенный. Стоял он когда-то на цирке Нерона. Служил он ориентиром для цирка Нерона. И так он благополучно исторчал. Там все Средневековье и почти всю эпоху Возрождения. Потому что никто не знал, как эту штуку, куда ее девать. Разрушать было жалко, а таскать ее никто не умел. Технологии были утрачены. Он решает притащить обелиск на площадь перед собором, уже почти построенным. На этой площади этот обелиск должен был стоять. И тем самым отметить чудесное избрание Сикста Петра. Потому что реально он воспринимал это как чудо. Естественно, объявляется архитектурный конкурс. Естественно, этот конкурс кто-то выигрывает. Доменико Фонтана пишет, что конкурс выиграл архитектор Великого князя. Под Великим князем имеется в виду... Или Великого герцога. Под Великим герцогом имеется в виду конкретный герцог. Это Козима I Медичи. Ну, его наследник уже. А архитектором является Бартоломео Монатти. Бартоломео Монатти только на подготовительные работы просит год. Доменико Фонтана, воспользовавшись, так сказать, старыми связями, приходит и говорит, я все сделаю за полгода. Я сдвину его за полгода. И папа дает заказ ему. И Фонтана его передвигает. За полгода, как обещал. Он придумывает систему, которую впоследствии очень подробно пишет в книге, которая называется «Перемещение Ватиканского обелиска и другое строительство, сделанное по заказу сеньора нашего, папы Сикста V, кавалером Доменико Фонтана, архитектором его святейшества». Он передвигает обелиск. Задача-то очень простая. У вас есть вертикальная конструкция. Вам ее надо приподнять, положить, перевести, поднять обратно. Фонтана придумывает. Он строит вот такую вот штуку, здоровую, деревянную. Обелиск обвязывают веревками. Дальше пропускают их через систему блоков. Веревки обелиск приподнимают. Из-под него, пока он висит, из-под него убирают базу, основание, загоняют платформу, которая передвигается по деревянным рельсам, потому что, как вы понимаете, ее невозможно будет повернуть, только по направляющим она может ездить. Кладут туда, везут на новое место. Там стоит ровно такая же башня. Обелиск снова приподнимают, вынимают платформу, ставят основание и ставят обелиск на него. Все. Фонтана описывает эту систему очень подробно в своей книге, вплоть до растолщины балок. Он производит математический расчет веса обелиска. Он рассчитывает количество бечевки, то есть количество веревок. Какое должно быть, сколько нужно блоков, какие блоки должны быть, из чего они должны быть отлиты. И поскольку эта книга издана в двух изданиях, первое издание было сделано в 1990 году, за полгода до смерти папы, второе издание он выпускает уже в Неаполе, в начале уже 17 века, книга расходится по Европе довольно приличным тиражом. Одну из них покупает, например, Петр Алексеевич Романов, на выставке лежит. Это экземпляр Петра Первого. Соответственно, все вертикальные конструкции, которые вы знаете, включая Александрийский столб и портики Исаакиевского собора, были поставлены по системе Доменика Фонтана. Вот так это должно было бы выглядеть. Видите, фасад собора уже модерный, уже не Микеланджело. Это декорация библиотеки Сестина. Сестина библиотеки, которая тоже строит Доменика Фонтана в Ватикане. Вот так это выглядело еще со старым фасадом собора. Вот у нас стоит обелиск. А вот так это выглядит в книге Фонтаны. С левой стороны фасад собора по проекту Микеланджело Буонаротти, потому что он предполагал, что все-таки будет реализован до конца проект Микеланджело. Значит, вот так стоит обелиск, а с правой стороны оттуда же четыре римских обелиска, которые Фонтана строит. Помимо Сан-Пьетро он ставит обелиск перед Санта-Мария Маджоро Апсидой, перед Сан-Джованни Латерана и на Пьяце Дель Попло. Таким образом, если мы с вами вернемся чуть-чуть назад, мы с вами увидим, что эта система передвижения между обелисками Доменика Фонтана и Сикс Пяты, не думаю, что это задумывалось изначально, я сомневаюсь, что это прямо вот была такая задумка, но они создают городскую систему. Город – это система площадей и улиц между ними, и вы двигаетесь по городу от площади к площади, и важные места отмечены неархитектурными доминантами, статуями, фонтанами, обелисками, колоннами. Это чем угодно. И вот эта логика перестройки Рима в конечном итоге и порождает Рим эпохи барокко. Дальше, следующий, последний, завершающий этап, оказавший влияние на весь остальной мир, это, собственно, строительство самой площади Святого Петра, которую осуществляет Джан Лоренцо Бернини. Ну вот он, Рома Систина это называется. Это фреска из Сикстинской библиотеки, где видна эстрада Феличия, и все обелиски, и фонтан Моисея тоже там стоит. То есть это все достижения Сикста Пятого, и как кардинала Феличия Пиретти, и как папы. Вот так выглядит Рим середины 17 века. Если мы с вами сравним его с Римом с середины 16 века, мы с вами увидим, что город значительно изменился. Вот что такое перестройка Рима за эти 100 лет. Это просто другой город. Из полусредневекового города, где античность является такой странным напоминанием о былом величии, город превращается в полном смысле этого слова в городскую полноценную структуру. И эта полноценная городская структура дает основание, дает начало новой архитектурной теории, городостроительной теории нового времени. Последним, что было сделано в городе именно с точки зрения городостроительства, важным становится строительство площади собора Святого Петра, которое было осуществлено в зону Лоренцо Бернине. Он рассматривал разные варианты. В конечном итоге он уходит в овал. В овал он уходит по очень простой причине, потому что ему надо площадь организовать. Если бы она была круглая или квадратная, или еще какая, она была бы не такой, что я имею в виду. Вы видите, первоначально предполагалось, что будет прима-брача, секунда-брача и терца-брача, третья рука. Соответственно, когда выходил человек на эту огромную гигантскую территорию, нужно было организовать его движение к собору. Дело в том, что в этот момент Карло Модерно, при участии Бернине, кстати, самого, собор уже достроил. И в отличие от проекта Микеланджело, который представлял свой центрический храм, Карло Модерно построил базилику. То есть купол находился далеко. В результате произошла странная вещь. Римляне до сих пор шутят, что единственное место в Риме, где не видно купола собора святого Петра, это площадь собора святого Петра. Поэтому задача была сохранить купол над площадью. Надо заставить человека идти к собору не по прямой, а по реке. Мы все, 90% людей правшие, значит, мы повернем направо. Именно поэтому там сейчас стоят рамки для проверки. И вы идете по колоннаде. Почему вы идете по колоннаде? Потому что вы выходите из довольно узкого места, Борго, вы выходите на огромную площадь, и к обелиску вам надо спуститься. Это психологически некомфортно. Это как выйти на полянку из леса. Когда на полянку из леса выходите, вы первые несколько минут идете вдоль кромки леса. Никто не выпирается сразу на полянку. Это инстинкт. А вдруг там сейчас в лесу бы тигр башку оторвет. Поэтому люди, осматриваясь, идут вдоль кромки леса, как правило, по правой руке. И это используют Бернини. Вы идете к собору, и купол исчезает, только когда вы доходите до пьицеты. То есть до вот этой части, топецевидной части площади. Вот, собственно говоря, и все. Потом этот фокус много кто будет использовать, а много кто будет пытаться повторить. Но фактически Рим, вот так выглядит собор, вот так выглядит обелиски, и главное место Рима, по мнению автора, это гравюры, фактически Рим становится местом, в котором были использованы все архитектурные, градостроительные фокусы конца 16-17 века. Они там были реализованы, и они оказали огромное влияние на всю дальнейшую историю градостроительной мысли. Переоценить это невозможно. Когда вы выходите с Московского вокзала в Петербурге, вы что видите перед собой? Когда вы приезжаете в город Вашингтон, как выглядит мемориал Вашингтона? Обелиск. На площади Согласия в Париже что стоит? Обелиск. Я могу долго перечислять. Фонтана с Сикстом Пятым они еще и колонны переделали. Это не совсем перестройка Рима, но они еще и колонны привели в порядок, сделав колонны Антонина Пи, Эйма и Адриана христианскими символами. А потом появится Вандомская колонна, Александрийск, ну и так далее, все остальные колонны. То есть на выходе мы с вами получаем, что со времен Леона Батиста Альберти, со времен Леона Батиста Альберти, который благодаря усилиям нескольких пап, Евгения IV, Пия II, там еще ряда других прекрасных людей, который возвращает в практику архитектурную античное понимание архитектуры, античное понимание ордера и как следствие античное понимание города через Микеланджело Буонаротти, который придумывает новый тип площади и создает эту площадь, строит ее, достраивает ее за ним Джакомо де Лапорто, но он просто умер, извините. Значит, тут уж ничего не поделаешь. Через Доменико Фонтану и Сикста Пятого, которые создают систему площадей улиц между ними и систему неархитектурных доминант, вишенкой на торте становится Джан Лоренцо Бернини, который создает не просто площадь презентацию, а создает площадь, которая вас ведет правильным путем к тому, что вам презентуют. Вы еще, да вы даже не думаете об этом, а это и есть настоящая барокко, кстати. Потому что настоящая барокко – это не баба на фасаде, не золото. Настоящая барокко, театральность барокко в том, что вы никогда не знаете, что вы на самом деле видите. Барочность, она не в золоте, барочность в обмане. Это тот самый случай, как обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, потому что вы никогда не понимаете, что вы на самом деле видите. И барочность – это принцип организации архитектурного пространства, а вовсе не какие-то, пусть очень важные. Это, кстати, единственная постройка Барочной Бернини, потому что Бернини вообще-то классицист между нами. Он Барокко на самом деле не понимал, поэтому я абсолютно убеждена в том, что здесь без Барамини не обошлось. Но это ладно, это уже тема другого разговора. Так что как-то так. Вопросы? Почему Терцу не достроили? Денег не хватило. Понятно. Как всегда все. Еще есть вопросы? Хорошо. Тогда я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Я хочу поблагодарить компанию Мэргрупп, без которой мы бы это не сделали. Они помогли нам и с выставкой, и с этим циклом лекций. И надеюсь, еще раз увидите. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...